Журналист, публицист и политический деятель Владимир Дмитриевич Набоков, отец известного писателя, более ста лет назад писал Нигде, кажется, кроме России, нет по крайней мере того, чтобы один вид кровосмешения приобрел характер почти нормального бытового явления, получив соответствующее техническое название – снохачество. Что обозначает это слово? Снохачество – это такая практика в русской деревне, при которой мужчина, глава большой крестьянской семьи, живущей в одной избе, сожительствует с младшими женщинами семьи, обычно с женой своего сына, то есть это связь свекра с невесткой – снохой. Эта практика получила особое распространение в России в 18-19 веках. Однако семейные отношения в России в 19 веке многие считают буквально образцовыми. Строгий патриархат и разделение на ветви являются видимым образцом порядка и стабильности. У каждого в семье есть своя ниша, права и обязанности. Все живут в мире и согласии. При этом идеальной ситуация выглядит только со стороны. На минуточку представьте себя молодым крестьянином средней полосы России во второй половине 19 века. Представили? Что бы вы сказали, если бы вдруг вскрылось, что тот, кого вы всю жизнь называли своим отцом, на самом деле ваш дядя, брат вашего отца, от вашей бабушки и вашего прадедушки? Тот, кого вы всю жизнь считали своим дедушкой, на самом деле ваш отец. И он же отец вашего отца, который на самом деле вам не отец, а дядя. Что у половины ваших братьев и сестер в вашей многодетной семье мать одна, та же, что и у вас, а отцы разные. У части из них отец тот же, что и у вас, а у другой части отец ваш дядя, родной сын их деда, который в свою очередь ваш отец. Если вы сломали голову от такой родословной, то это с непривычки, потому что вы, видимо, не великорос. Ведь для подавляющего большинства так называемых великоросов именно такое многоствольное генеалогическое древо и есть типичное в их родословной. Типичное, потому что именно по такому образцу была устроена внутрисемейная, скажем так, личная жизнь, повсеместно распространенная в деревнях, откуда и происходит подавляющее большинство сегодняшнего населения России. Тут, конечно, можно возразить, что повсеместное еще не значит всеобщее. Соглашусь на все 100%, это утверждение так же справедливо, как и то, что среди повсеместного и традиционного в России пьянства можно попробовать поискать отдельные случаи потомственных с деда-прадеда абсолютных трезвенников. Следует признать, что снохачество, такая близость между главой крестьянской семьи большаком и снохой, не была явлением исключительным, а для патриархального уклада деревенского быта в какой-то мере и обыденным. Наблюдатели отмечали, что этот обычай был жив и в конце 19 века, причем одной из причин его сохранения являлся сезонный отток молодых мужчин на заработки. Хотя эта форма кровосмешения была осуждаема просвещенным обществом, крестьяне ее не считали серьезным правонарушением. В ряде мест, где снохачество было распространено, этому пороку не придавали особого значения. Более того, иногда о снохаче с долей сочувствия говорили. По наблюдению этнографа Балова, в ярославских селах снохачество или незаконное сожительство свекра со снохой явление довольно нередкое. В глазах крестьян снохачество являлось грехом, но не преступлением. С иной позиции данное деяние трактовал закон. Даже если сожительство свекра и снохи не было результатом насильственных действий, то все равно оно являлось действием преступным. Так как нарушало запрет на интимную связь между близкими родственниками, в данном случае по свойству, а следовательно была ничем иным, как кровосмешение. Дети с детства видели аморальное, с точки зрения христианства, поведение своих родителей. Поэтому первым следствием это было то, что в России не могло, как в Украине, появиться и прижиться обращение детей к своим родителям на «вы». Но страх безуважения присутствовал, потому что так же, как царь в масштабах государства в сознании великоросов стоял выше законов, так и глава семьи уподоблялся в его сознанию в содержителю местного, внутрисемейного, внутриизбенного масштаба. Стоит отметить, что на территории современной Украины такое явление, как снохачество, было совершенно невозможно. Известно, что украинцы очень сильно противились выдавать своих дочерей за русских, знали, какая им там уготована участь. Есть свидетельства тех лет, где говорится о том, что даже в рядом расположенных украинских селах и русских деревнях почти не было взаимных браков. Почему это происходило? В чем коренные отличия русских и украинцев, из-за чего снохачество стало лишь эксклюзивной русской национальной особенностью? Об этом поговорим чуть позже. Среди исключительно бытовых причин снохачества, обусловленных типичным крестьянским укладом жизни, стоит отметить ранние браки. Отцы, склонные к снохачеству, умышленно женили своих сыновей юными для того, чтобы пользоваться их неопытностью и самим охмурять снох. Другой причиной, создающей условия для распространения этого порока в крестьянской среде, были отхожие промыслы крестьян. Молодой супруг не проживет иной раз и году, как отец отправляет его на Волгу или куда-нибудь в работники. Жена остается одна под слабым контролем свекрови. Из Болховского уезда Орловской губернии информатор в 1899 году сообщал. Снохачество здесь распространено потому, что мужья уходят на заработки, видится с женами только два раза в год. Свекор же остается дома и распоряжается по своему усмотрению. Во избежание обвинений в голословности хочу сразу сказать, что данное видео подготовлено с использованием трудов современного российского ученого, доктора исторических наук, профессора Владимира Безгина, автора исследований книг и пособий по истории русской деревни. Также мы воспользовались основательным трудом этнографа и историка Михаила Харузина, еще в 1885 году описавшего снохачество в книге под названием «Сведения о казацких общинах на Дону». Все ссылки на источники будут приведены в описании к фильму, а на нашем патреоне мы выпустили отдельное специальное видео, где зачитали избранные места из книги Харузина и трудов Безгина. На ютубе в открытом доступе такую жесть выкладывать точно нельзя, а вот на патреоне совершенно без проблем. Ссылка на патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Автор корреспонденции из Пашихонского уезда Ярославской губернии отмечал, что при господстве в уезде отхожих промыслов молодые люди нередко через месяц или два уезжают на чужую сторону на год, а то и более, как, например, все лица, живущие в услужении в торговых заведениях города Петербурга и Москвы. Аналогичны по содержанию сведения из Медынского уезда Калужской губернии. Частый случай в семьях, где молодой муж, работая на фабрике, годами отсутствует или отбывает военную службу, а свекор начинает снохачить самым дерзким и грубым образом. Механизм склонения снохи к сожительству со свекром был достаточно прост. Пользуясь отсутствием сына, отход или служба, а иногда и в его присутствии, свекор принуждал сноху к близости. В ход шли все средства и уговоры, и подарки, и посулы легкой работы. Обычно такая целенаправленная осада давала свой результат. В ином случае уделом молодухи становилась непосильная работа, сопровождаемая придирками, ругательствами, а нередко и побоями. Жизнь женщин, отказавшим своим свекрам в удовлетворении их плотских желаний, по мнению сельского корреспондента из Калужской губернии, становилась невыносимо мучительной. По словам крестьянки, испытавшей на себе снохачество, в случае отказа свекру тот мстил снохе, наговаривая на нее сыну всякие гадости о том, что та имела в его отсутствие связь с посторонними мужчинами. Специалист по гражданскому праву дореволюционной поры Соловьев в своем труде отмечал, что, когда сноха не желает быть сожительницей свекра, ей достаются от него жестокие побои, арест в подполе, погребе или в холодном амбаре. Типичный пример приведен в корреспонденции 1899 года от жителя села Крестово-Сдвиженские рябинки Болховского уезда Орловской губернии, некого Перькова. Богатый крестьянин Семин, 46 лет, имея болезненную жену, услал двух своих сыновей на шахты, сам остался с двумя невестками. Начал он подбиваться к жене старшего сына Григория, а так как крестьянские женщины очень слабы к нарядам и имеют пристрастие к спиртным напиткам, то понятно, что свекр в скорости сошелся с невесткой. Далее он начал лобуниться к младшей. Долго она не сдавалась, но вследствие притеснения и подарков согласилась. Младшая невестка, заметив амур и свекра со старшей, привела свекровь в сарай во время их утех. Кончилось дело тем, что старухе муж купил синий кубовый сарафан, а невесткам подарил по платку. Схожую ситуацию избрания женщиной выгодной для себя житейской и жизненной стратегии описал информатор из Пашихонского уезда Ярославской губернии. Один крестьянин, 37 лет, женил сына на молодой красавице, чтобы самому приблизиться к ней, а затем отправил сына на заработки в Петербург. Пока сын отсутствовал, свекр сошелся с невесткой, родился внебрачный ребенок, и отец в итоге заставил сына бросить семью и дом и окончательно уехать в город. Семейные любовные коллизии не всегда разрешались благополучно, а моральная связь в крестьянской семье порой имела трагический финал. Такие случаи часто печатались в криминальной хронике в газетах тех лет. Редко молодые бабы пытались найти защиту от посягательств со стороны свекра в волосном суде, но, как правило, те устранялись от разбора таких дел. Правда, юрист дореволюционной поры Аршанский в своем исследовании приводил пример, когда по жалобе снохи на уговор свекра к снохачеству последний решением волосного суда был лишен большины. Но это было скорее исключением, чем правилом. В тех случаях, когда преступная связь свекра со снохой открывалась, виновной, как правило, признавалась женщина, которую ожидала жестокая расправа со стороны мужа. Следует признать, что при распространении этого преступного порока в русской деревне крестьяне часто осознавали всю тяжесть греха такой аморальной связи. Было бы несправедливо говорить о том, что русские крестьяне вслух массово приветствовали и поощряли снохачество. Так, в Орловской губернии кровосмешение оценивалось как большое преступление перед православной верой, за которое не будет прощения. По отзывам крестьян Борисоглебского уезда Тамбовской губернии снохачество встречалось часто, но традиционно считалось в селе самым позорным грехом. Снохачи на сходе при решении общественных дел игнорировались, так как каждый мог им сказать «Убирайся, снохач, не твое тут дело». Однако же общественное порицание не мешало снохачеству цвести буйным цветом на русской крестьянской почве. И только по мере распада патриархальной семьи это явление стало сходить на нет. О массовости снохачества в период его расцвета, а это в 18 и 19 век, говорит и народный фольклор. Например, известна шутка, которую рассказывали в разных местах России, в частности, на Дону. Содержание ее следующее. В одной станице поднимали новый колокол. Но как ни старались станичники, не могли его втащить на колокольню. Выискался тут какой-то иногородний и крикнул станичникам. «Эй, люди добрые! Это Господь по тяжким грехам вашим усердия ваше не принимает. Отойдите прочь все, кто с невестками живет». И прочь отошла вся станица. О снохачестве писали многие известные российские публицисты 19 века, такие как, например, Энгельгард или Тенищев. Также есть упоминания в классической русской литературе того времени. В романе «Отцы и дети» Тургенева, повести Лескова «Житие одной бабы» и в более поздних произведениях русской и даже советской литературы. Например, в романе, приписываемом Шолохову «Тихий дон». Но почему же на территории Украины не было места снохачеству и не встречается абсолютно никаких упоминаний об этом? Все дело в колоссальной разнице между украинским и русским народом. Вот как эту разницу отметил в 1861 году историк Николай Костомаров. У россиян сильно выражено стремление к тесной коллективной организации людей, где уничтожаются личные интересы под властью общих. Нерушимая законность общей воли, выраженная смыслом тяжелой судьбы, совпадает в российском народе с единством семейного быта, неделимостью семей, общинную собственностью. Для украинца нет ничего тяжелее и противнее такого порядка. Семьи украинцев делятся и дробятся, как только появляется потребность в самостоятельной жизни. Опека родителей над взрослыми детьми кажется для украинца несносным деспотизмом. Женщина в российской культуре редко возвышается до своего человеческого идеала, редко ее красота возносится над материей. Редко влюбленное чувство может в ней ценить что-нибудь за пределом телесной формы. Редко выказывается доблесть и достоинство женской души. Украинская женщина в народном фольклоре, напротив, до того духовно прекрасна, что и в своем падении высказывает поэтически свою чистую натуру и стыдится своего унижения. В песнях игривых, шуточных резко выражается противоположность натуры украинского и российского народов. В украинских песнях о женщине, маме вырабатывается прелесть слова и выражения доходят до истинной художественности. Напротив, российские песни такого разряда показывают не более как стремление уставшего от прозаической деятельности труда забыться на минуту как-нибудь, не ломая головы, не трогая сердце и воображение. Песня эта существует не для себя самой, а для некой декорации, больше материального удовольствия. У россиян крепостной человек соединял свою судьбу с жизнью господина. Воля барина стала для него заменять собственную волю. В Украине жизнь текла иначе. Понятие общности почти отсутствовало. Древнее право личной свободы не было поглощено перевесом общественного могущества и понятие об общей земельной собственности не вырабатывалось. Каждый земледелец был независимым собственником своей земли. Таким образом, право собственности возвысило богатых и влиятельных, образовав высший класс, а массу бедного народа повергло в порабощение. Но в Украине магнат-владелец не представлял собой выражение барской, а через нее и царской воли. Он владелец по праву. Это право выражало силу, торжество обстоятельств и давность происхождения. Естественно, в Украине крепостной зависимый человек при первой возможности желал сделаться свободным. В России крепостной не мог этого желать, ибо находил своего господина зависящим от другой высшей воли, так же, как он сам зависел от него. Для россиян, если бог одного возвышает, награждает, а другого карает, значит так должен поступать и царь, исполняющий на земле божественную волю. Это ярко выражается российской пословицей «воля божья – суд царев». Отсюда безропотность народа, который сносит даже и то, что превосходит меры человеческого терпения. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит противиться богу. И грешно, и опасно, потому что бог пошлет еще худшие беды. В России царь-государь – полный собственник всего государства. Слово «государь» означало собственника, имеющего безусловное право по своему усмотрению распоряжаться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Россияне знают, что давалось от царя, всегда могло быть им отнято и отдано другому, как беспрестанно и случалось. Российское общество с завидным постоянством на протяжении всей своей истории осуществляет один и тот же сценарий социального устройства – существование в огромной патриархальной стране семье, состоящей из бесправных сыновей и снох, над которыми господствует всемогущий батюшка-царь-деспот. В новейшей российской истории было даже убийство отца, расстрел царя-батюшки Николая II с бунтовавшимися сынами России. После чего мучимые чувством вины россияне создали один из самых жестоких и кровавых в человеческой истории режимов – коммунистический СССР. В Советском Союзе бесправной народной массой, железной рукой правил отец всех народов – Иосиф Сталин, один из самых популярных исторических деятелей современной России и, по сути, тот же снохач. Сегодня в России уже Владимир Владимирович претендует на роль альфа-снохача. Вот и получается, что снохачество могло возникнуть только на благодатной для этого русской почве, в атмосфере беспрекословного подчинения воле царя-батюшке, роль которого в семье выполнял Большак. Несмотря на то, что во все времена снохачество порицалось обществом, неофициально это явление было плотью от плоти совсем не загадочной русской души, а также стержнем всей истории России, по указанным выше причинам. Также хочу напомнить, что нравы московитов вообще никогда не отличались высокой моралью. Еще с 16 века путешественники в своих записках отмечали, что Московия была царством глубочайшего порока, нетрадиционных нравов и извращенных этических норм. На нашем канале есть об этом видео. Если вы его еще не смотрели, прямо после окончания этого фильма можете включить ролик, называющийся «Скрепы порока». Ссылка появится в конце этого видео. Наслаждайтесь! Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть ролики до официальных премьер, а также дополнительные материалы. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!